Про дизайнерское. Не знаю, насколько меня слышно-видно. Слышно-видно? Кто-нибудь? О, плёсики поставили. Спасибо вам большое. Так, сейчас я подгружаю свой файл. Сегодня я хочу поговорить с вами на самую такую банальную тему, но которая зачастую приносит много хлопот именно при общении с заказчиками, когда они не понимают нюансов, когда нам нужно до них доносить какие-то вещи уже на этапе ТЗ, на этапе формирования концепции, нам нужно говорить, что что-то будет дороже, какая-то дверь будет дороже, какая-то будет дешевле, там, какие-то двери мы не хотим ставить, например, двери там 2000 миллиметров в потолок мы уже, правда, не ставим? Я не знаю, кто ставит двери высотой 2000 в потолок. Напишите, пожалуйста, плюсики, может быть, такие тоже есть, но вряд ли, вряд ли. Нет, да, нет, только не это. Вот, давайте потихоньку начнём и проговорим разные нюансы. Я буду освещать то, с чем я работаю. Вы мне будете помогать, может быть, какие-то полезные комментарии в чате оставить по поводу ваших секретов подбора дверей в интерьер. Вот, что у меня тут с презентацией. Ну, здесь слайд следующий про меня. Здесь много всего написано, то, что я, в принципе, достаточно опытный человек, который имеет определенные компетенции, чтобы вообще здесь сидеть и рассказывать вам о чём-то. Вот, поскольку нам сократили время вебинара на, по-моему, на 20 минут, ну, поэтому я пропущу этот слайд и перейду уже сразу к делу, перейду сразу к вопросу. Это самое интересное. Хочется дать максимальную пользу, хочется разобрать максимально большое количество разных нюансов. Итак, чтобы правильно выбрать межкомнатную дверь, сейчас мы будем говорить больше про межкомнатные двери, да, потому что входные двери – это отдельная история. Вот, нам следует ответить на ряд вопросов. Нам вместе с заказчиками, естественно. Что зависит, какие параметры зависят для выбора двери, в каком помещении она будет устанавливаться. То есть, если это у нас санузел, и там рядом у нас где-то прям в зоне недалеко от двери какая-то мокрая точка, то мы это учитываем, да, мы не берем там дверь какую-то, я не знаю, тот же шпон будет достаточно проблематично себя вести в каком-то прямом контакте с ВД. Ну, не знаю, планировки у всех есть разные, все мы очень творческие, чем мудренее у нас планировка, тем класснее, тем дизайн получается супер. Вот, ну, по поводу срока службы, понятно, что все вам скажут, да, максимально там, максимально срок службы делаем, там, я не знаю, сколько, сто тысяч миллионов лет, но объективно мы понимаем, что у всех предметов интерьера есть свой срок эксплуатации, и мы про это тоже периодически доносим клиенту, чтобы снизить его ожидания. Вот, и если мы понимаем, что мы делаем какой-то среднестатистический интерьер для, например, какой-то съемной квартиры, то мы можем брать более, вот у меня такое сейчас слово появилось в голове, более хлипкую дверь, вот, как есть, для каких-то историй, вот, музейных, да, там, какие двери у нас, там, на века все сделано, вот. Смотрим, какую функцию выполняют у нас двери, двери, это, например, в какую-то кладовку, в квартиру, либо это декоративная функция, когда дверь у нас на виду, и нам хочется ее сделать в том стиле, в котором выполнена у нас вся квартира. Вот, я совершенно спокойно отношусь к разным стилям, будь то лофт, классика, мордеко, либо мой любимый контемпорарий, современный стиль, да, и, соответственно, дверь мы вписываем в наш обреленный стиль. Если в доме маленькие дети и домашние животные, вот, вот, такой момент, потому что у меня было такое, что просили сделать двери с окошком для прохода милой до их кошечки, которая там оказалась таким огромным этим британцем, серым, с такими совершенно стеклянными глазами, вот. Но ему нужна была вот такая вот штучка в двери, своя собственная дверка. Вот это было очень мило, что у них вот кот был прям членом семьи, и такие моменты тоже, конечно, нужно выявлять, уже начиная с первых встреч, с первообщения заказчика. Вот, по поводу хорошей звукотеплосветоизоляции. Понятно, что светопрозрачные двери, это какие-то, да, там, может быть, в стеклянных перегородках, там мы дополняем какими-нибудь шторами, чтобы у нас там этот свет не попадал. По поводу звукоизоляции, это отдельная история. Звукоизоляцию, если мы делаем, то мы должны, вы знаете, что мы должны сделать шумоизоляцию полностью всю комнату. Если говорим о комнате, то всю комнату мы должны взять в шумоизоляционной, такой сделать коробочку, вот, чтобы и розеточки у нас стояли шумоизоляционные, и чтобы дверь у нас была с внутренней шумоизоляцией, и чтобы она закрывалась снизу шумоизоляционным таким прибором, такая опускающаяся штука есть вот чтобы вообще у нас максимально шум изоляции было обеспечено вот на самом деле касаемо шумоизоляции это прям тема отдельной лекции потому что мне непонятно когда там делают шум изоляцию по одной стене и или например сделали полную шум изоляцию комнаты но не делают изоляционную дверь потому что она дороже потому что с ней заморочиться нужно вот ну как бы смысл ну по поводу суммы это конечно отдельный стоях все дизайнеры хотят ставить двери в проект только качественные те которые не стыдно поставить потом на фотках на наших финальных чтобы было видно вот заказчики хотят а заказчики в свою очередь хотят хорошую дверь по низкой цене вот это вот вот это вот вечная дилемма вот кстати вот тоже хотела провести небольшой опрос за какую стоимость вы покупали двери вот в последний проект напишите мне пожалуйста давайте вот я напишу я в последний проект покупала это была скрытая дверь скрытая дверь за 40 тысяч вот давайте небольшой такой вопрос если кто-то может поделиться на вот при этом до этого была дверь там стоимостью 200 тысяч за высокое полотно из стекла и со стеклянными какими-то наличниками вот ценовой диапазон ценовой диапазон вы например можете естественно посмотреть на сайт этих наших любимых с вами поставщиков хотя они понятное дело не отображают ничего поэтому нужно запрашивать коммерческие предложения в которых более-менее все ясно вот так что без презентации 5 платформа вебинар почему она мне не хочет показывать следующий слайд так по поводу того как какие бывают двери понятное дело что основная наша история это двери с наличниками да многие уже от них отказываются другие наоборот дизайнеры ставят их в проект и считая сам наличник каким-то красивым декоративным элементам вот например в случае со стеклянным наличником вот у меня там на одном объекте это было прям вау это прям ну как бы это лучше чем скрытая дверь которая тоже подходила бы в этот стиль вот что мы учитываем когда у нас есть дверь с наличниками мы вот здесь в тех кстати привела схему из одного проекта то есть мы отслеживаем чтобы этот наличник у нас стал в те узкие места которые у нас предполагаются планом вот и здесь стрелочками красными я показала на какие именно места мы обращаем внимание то есть это внутренние углы стыков с другими ну то есть вот эти вот стены под 90 которые которые мы так идут и вот потому что и здесь зачастую возникают вопросы и вот это вот место которое взято в кружочек я рекомендую оставлять минимум 10 сантиметров от простенка до стены от от проема до стены вот тут же конечно больше лучше 1215 заложить чтобы наличник стал хорошо вот сам вот наличник он тоже надо понимать по конструкции установки он у нас встает в получается не он начинается не от проема где полотно а его вот нужно считать как раз таки от от участка от самого нет полотна двери от проема вот правильно да здесь немножко я запуталась тем что хотела сказать вот то есть проем мы делаем для полотна стандартно плюс 5 с каждой стороны плюс 6 сверху но опять таки нужна те карта от поставщика двери я у меня было такое что я в проект заложила двери ну там была история что нужно было быстрее сдать базовые чертежи в них я закладываю стандартный проем потом подбираются двери после этих чертежей и выясняется что именно в той компании где вот заказали у них было не по 5 сантиметров нужно с каждой стороны было заложить а 8 вот такая у них схема установки молодые вот поэтому рекомендую перепроверять вам как дизайнером по тех картам поставщиков что там у нас получается с проемами причем и по ширине и по высоте вот кстати при замере когда у вас выстроены будут проема когда приходит замерщик я рекомендую если вы ведете авторский надзор постараться перепроверить основные замеры которые делает этот замерщик потому что у меня было такое что пришел замерщик он прописал проемы он нам мне и строителям он и заказчику замерщик не и менеджер компании не обозначили что проемы были не соответствовали заявленным размером и и получается что пришла дверь которая туда не стала вот такое было хотя ну этот момент тоже вопрос да если там строителям ну как там получилось там если развивать эту ситуацию получилось так что там был white box и white box все были уже отстроены вот вот эти вот проемы дверьми и в целом когда я делала первый предварительный замер еще на обмерном плане на самом первом не перед закупкой дверей там получалось что двери у нас вставали в их вот эту вот дельту размеров типа от и до какой должен быть проем но по факту именно для нашей двери не подходили размеры и вот когда замерщик потом он в документе он прописал рекомендуемые размеры такие но это не было отдельно обозначено и связи с этим вот возникла такая проблема что дети после этого случая я всегда дополнительно замеряю проемы вместе замерщиком и тут же смотрю рекомендуемые проемы на основ конкретной двери вот потому что эти истории по допускам допуск там пару плюс минус 2 сантиметра и уже у нас слетает гарантия либо на дверь полностью они и в туда вкоряются эту дверь но либо слетит гарантия на самое полотно либо слетит гарантия там на монтаж либо вообще на на все слетит гарантия на на всю конструкцию вместе блин с ручками вот такой был у меня пока и и и не у меня в одной да я помню когда я это обсуждала дизайнерами с дверьми чего только не вылазила вот поэтому с наличниками когда дверь нужно учитывать вот эти вот перечисленные моменты нужно учитывать отступ наличника от от наличника до например молдинга чтобы было достаточное расстояние хоть когда его еще нет этого наличника да мы знаем что сначала мы клеим молдинги на стены потом уже устанавливаем дверь значит нам нужно так просчитать чтобы все стало красивенько хорошо вот то же самое расположение рядом с наличником всех декоративных элементов и панелей нам тоже нужно просчитать до того как поставить дверь вот что у нас какие здесь еще есть нюансы собственно из чего состоит дверь здесь просто очень грубый пример не могу убрать себя из угла в бинарной комнаты не понимаю почему ну да ладно в общем здесь дано схематичное устройство двери когда вот у нас заказчик спрашивает чем отличаются двери например на чем отличаются хорошие двери от там плохих дорогие от дешевых и если говорить про один материал один тот же материал то мы им показываем вот такие подобные картинки говорим вообще-то даже полотно двери состоит из там из уплотнителей скрытой коробки из инженерного полотна из основного материала например это будет экструдированная трубчатая дсп там же у нас сплита мдф и декоративная оденка здесь приведен в пример в пример ламинат мне конечно такую дверь никогда не ставлю обычно что-то более приличным и ставим да вот но суть в том что нам нужно показать заказчику такую картинку и сказать что вообще-то дверь это не просто там деревяшка это достаточно сложная конструкция которая может при неправильном хранении на складе там поставщика до при неправильно подобранных материалах она все может рассыхаться это все может деформироваться и поэтому выбирайте те двери которые мы вам предлагаем вот но на самом деле так и есть так и есть вот неправильное даже получается положение двери смотрите если вы приводите дверь на объект раньше срока то есть вам нигде изготовили дверь стройку задержали вам нигде хранить дверь строительская хорошо привозите либо на объект либо в кладовку либо на свой какой-то склад гараж что угодно и тут такой момент дверь нужно хранить на ребре вот то есть на ребре вот на вот этой вот горизонтальной части аккуратненько приставить ее к стеночке и по-хорошему бы ее сначала при приемке сразу вскрыть потому что рекламации бывают очень часто на двери то они приходят с какими-то дефектами то они приходят не того цвета то там доборы не соответствуют вот поэтому если вам привозят на хранение двери и понимаете что вы их ставите не сейчас а через месяц два-три то правильно хранить их у себя на объекте на ребре на ребре прислонив к стене вот так полностью не на не облокотив часть на какой-то какую-то балку либо на какой-то столб чтобы дверь у нас вот так вот не прогибалась если мы будем хранить дверь вертикально то ее поведет даже если она будет хорошая дверь из хороших материалов и и поведет и она ну вот так вот сыграет вот такой момент так следующий слайд при установке двери что мы еще учитываем когда у нас есть наличники но с другой стороны даже когда у нас на вскрытых враг мы тоже это учитываем мы учитываем слив вывода конденсата если мы над дверью располагаем кондиционер такой обычный блок сплит системы то есть вот здесь на левой картинке показан вывод для него а с слива здесь не видно это здесь электро вывод слив виден кстати да не не положила 100 картинку слив с другой стороны и он получается прям впритык к к наличнику вот к наличнику а к наличнику ладно а вот так я просто же не помню делали там перемыть делали по моему перемычку до вплотную к металлической перемычки вот тоже нюанс такой не всегда мы можем двери поставить прям очень очень высоко если есть кондиционер над ним а зачастую кондиционером мы располагаем над дверьми потому что это достаточно первых удобно меньше портит общий вид ну и по другим по каким-то своим причинам вот поэтому учитываем слив конденсата и смотрите вот слева картинка справа картинка здесь все хорошо здесь есть карниз потолочный надо кондиционером и достаточно много места для того чтобы кондиционер нормально функционировал там же нужно чтобы до потолка еще оставалось сантиметров там 10 по моему минимум то вот здесь на левой картинке здесь получается впритык потому что здесь нарисовали блок и впритык от не очень хорошая история когда почти впритык потолку но там нужно тоже смотреть сколько остается места вот если она вообще в принципе там есть и если кондиционер но не должен стесно касаться потолка так наши любимые с вами двери скрытом коробе я очень надеюсь что вам я в каком-то другом виде видна потому что мне моё мой фейс перекрывает полностью картинки вот двери в скрытом коробе как например здесь на картинке двери скрытом коробе устанавливается два этапа в этой так все знаете первым этапом устанавливается скрытая часть дверей которая потом зашпаклевывается под отделку которая на это может быть и какой-то шпанированная история это может быть под покраску это может быть панель какая-то вот кстати это может быть и подобое тоже и под фреску какую-то да сделано вот сам факт донести заказчика что тут и монтаж будет скорее всего в два этапа чтобы они были к этому готова вот мы в конце уже навешивается сама дверь но смотрите если она под покраску то соответственно до малярных работ если она в эмали то уже после покраски стен вот дальше скрытый короб у нас то что я обозначила под покраску конечно менее практичная история хотя да хотя если использовать достаточно плотную краску которая не будет слетать облетать либо как-то отколупываться от кромки двери зависит от подбора краски вот что я хотела сказать зависит от подбора краски но более практично когда мы заказываем дверь в эмали и под под эту эмаль подбираем краску может быть либо в шпоне и вот у скрытой двери алюминиевый не mdf профиль а алюминиевый профиль вот эта кромка она может быть алюминиевая как здесь на картинке такие вот цветная история есть черный профиль он бывает в хроме вот либо его не делают этот вот профиль у самой двери вот то есть выделяться будет ли он выделяться или нет ну как бы вы решаете уже при заказе вот считается что дверь в скрытом коробе дороже чем в коробе с наличником я на самом деле с этим не согласна потому что если говорить о хорошей двери с наличниками именно о нормальной если выбирать адекватную высоту то есть это не 2 метра это я закладываю в проекты 2 300 благо высота потолков у нас позволяет это сделать даже с учетом установки кондиционера ну естественно я люблю там когда можно предложить заказчику сделать двери в потолок кстати по моему ну короче очень мало мы это делали именно в потолок потому что она выходит достаточно дорогая раз и во-вторых стоит встает вопрос а ее транспортировки на объект не все лифты не во всех лифтах можно провести в двери высотой там внутри 200 если на потолок вот что еще нас тут есть ну про раздвижные двери на хотела сказать что как раз таки если мы ставим дверь в потолок то лучше сделать закладную в самом потолке организовать нишу для того чтобы дверка ездила по вот этой части которая на правой картинке такой собственно это и есть рельса по которой ездит эта дверь вот лучше и конечно спрятать либо в потолок либо мы какую-то конструкцию там делаем сверху но лучше не лучше а чаще наверное это делается просто потолок вот так что мне кажется мало времени остается тут я дала конструкцию пенала это если раздвижная дверь у нас уезжает внутрь стены и для этого нам стена нужно саму стену нужно сделать из собственно гипсокартона и закладную сделать тоже достаточно грамотно есть вот эти пеналы и клиз которые насколько я знаю до сих пор вот их продают хотя они там итальянские по моему их толщина от 150 миллиметров для разных дверей по-разному вот и соответственно стену под такой пенал мы тоже должны планировать толще чем остальные стены квартиры в которых не предусмотрены такие вот пеналы там еще что то да вот вообще по поводу здесь вот она такая техничка небольшая на все двери нужны технички оксана пишет что есть поставщик который делает пеналы толщиной 100 миллиметров да действительно есть такие пеналы вот насчет делает я не знаю да напиши мне контакт пожалуйста оксана может быть сильно интересна там история потому что раньше я смотрела пеналы которые 100 миллиметров у них получается они играют за счет толщины двери потому что дверь получается совсем какая-то неадекватная плане очень очень тонкая вот и сама конструкция получается ненадежная то есть чтобы у нас ухо да вот но возможно появились вот по поводу ненадежности конструкции да тот который я давно рассматривала года полтора назад вот а то что сейчас предлагают я прям с удовольствием рассмотрю потому что я люблю разные новинки разные истории люблю пробовать и да что то мы пробуем за счет там наших заказчиков любимых но пока что все из того что я пробовала из того что проходила через мой инженерный склад ума вот проходила через контроль вот все прям получалось все классно поэтому такие пеналы я тоже готова прям с удовольствием рассмотреть вот но собственно по механизму открывания у нас какие есть двери распашные понятное дело раздвижные это те двери к двери которые мы на предыдущих двух слайдах разбирали складные двери книжкой кстати тоже есть достаточно приличные модели которые складываются книжкой для меня это было тоже открытие есть двери складные гармошкой которые вот так вот все собираются и здесь еще приведен достаточно приличный вид двери стеклянные гармошка больше имелось ввиду как вот это вот я даже не знаю где они там в поездах каких-то и такие ассоциации когда конструкция просто вот так собирается но понятно что это может быть либо вынужденная мера либо хайповая вот то есть либо мы хайпуем и делаем какой-то интерьер аля там не знаю в лофт там зафигачить такой вот дверь которая гармошкой и она же еще если из достаточно дешевых материалов она там из пластика из какого-то но можно и как-то обыграть прикольно вот либо это супер вынужденная мера в каком-нибудь супер ограниченном пространстве но тоже если дизайнер хочет поиграть с такой формой вот почему бы нет вот ну и также есть вот эти вот складные двери которые встают в проем что я не помню как они там называются если кто-то знает напишите поговорим теперь про материалы дверей полотна и наличники соответственно то есть у нас есть вот рот роторный механизм точно точно спасибо большое за пояснение не пробыли целые с головы пока презентацию делала вот пора материалы дверей ну здесь как бы да это такие стандартные истории но когда мы заказчиком начинаем это вот все объяснять они начинают спрашивать а в чем плюс а в чем минус и давайте вот проговорим хотя бы частично стеклянная дверь она может быть кстати установится на может без наличников может с наличниками наличники могут быть как стеклянные так и там из мдф так и например из каких-то раз я тоже предлагала из латунного профиля какого-то интересного у меня был наличник вот стеклянные двери в чем ее минус в том что у нее снижена звукоизоляция зачастую потому что ну как материал стекло он более звукопроводящие мы знаем что звук у нас распространяется по материалу да это волна это не не то что где-то там кто-то что-то постучало это волна которая идет по материалу вот через в стекле она такая достаточно звонкая история вот собственно двери деревянные либо с имитацией дерева это массив она я не знаю кто-то еще использует массив в домах либо в квартирах либо не знаю где если кто-то использует массив напишите просто мне даже интересно я массив ни разу не использовала двери из массива хотя они имеют свой ряд преимуществ это натуральное дерево но они плохо себя ведут в помещении где нет увлажнителя они рассыхаются они по филеночкам тоже могут трещать когда у нас это дну не дверь в санузел где постоянная из влажность а дверь в получается в обычных комнатах и ну не все люди заморочены на увлажнители на это классно когда есть там систему умный дом в которую зафигачили пару увлажнителей которая всю эту красоте не сама поддерживает это классно вот но даже в такие дома тот же натуральный шпон для меня лично является более предпочтительным материалом потому что его меньше ведет он более износостойкий и более долговечный на перспективу потому что это уже это не живое дерево это уже переработанный материал вот про ну лдсп понятно что вот это вот история со всякими ламинатами ну дизайнер ночью любят понятно почему вот больше всего в процентном соотношении двери у нас продают салоны эмаль эмалевые двери в чем их преимущество в том что можно сделать под любой цвет можно восстановить эту эмаль то есть приходит у нас получается приходит реставратор самый нужный человек на объекте реставратор и я вот недавно поцарапала кольцом двери малевую полив там такая вот полоска неприятная получилось приходил реставратор сделал все ничего не видно вот и эмалевые двери их легко реставрировать в этом с ними делали конечно но в основном проблем не составляет вот ну и двери под покраску это в основном скрытое это тоже большое преимущество когда можно прямо в один цвет фигануть эту дверь и покрасить и все будет нормально так про петли в основном мы берем скрытые петли да я думаю для дверей все все берут скрытые петли для дверей ну потому что там они по-разному тоже называются есть невидимки есть короче тут уже экскурсия нужно от производителя дверей в эту вовсю вселенную дверную вот по ручкам у нас в основном что мы берем в основном берем с магнитным с магнитной защелкой вот из достаточно нормального внешнего вида которого я здесь чуть не вижу ни одной вот кстати по поводу так она сначала вот еще скажу относительно стены вот такие вот выдаются технички где мы делаем стык покрытия например плитку с паркетом где его лучше сделать вот где у нас располагается в проеме стены дверь где предполагается ее расположение и соответственно где мы делаем в основном ну не знаю как вы там два сантиметра 22 25 миллиметров берем от стены но бывает что в разные истории то есть я вот это вот вырезала из там было штук 16 вот таких вот расположение дверей то есть обязательно это тоже смотрите где вам лучше сделать стык вот потому что ну для меня например чуть ли не было это сюрпризом то что когда менеджер обратил мое внимание на то что именно ту дверь которую мы хотим сейчас поставить на объекте для нее стык будет не два сантиметра от лица от лица коридора нет она там встает вглубь а там всего получается дверь 150 плюс с одной стороны плитка полтора сантиметра плюс штукатурка с другой стороны сантиметра да то есть там уже 180 получается и вот в 180 где там этот стык ловить для двери которая в основном 5 5 6 шириной так сейчас прям по-быстренькому открывание в проем и прямое открывание здесь данной схемы но соответственно открывание когда в проем то есть внутрь да она там встает в меньше чем 90 градусов и мы не можем и она дороже во первых стояда вот и да все мы не можем ее там открыть потому что она встает в проем внутрь как следующий слайд здесь про какие-то истории про что там устарела что актуально всякие вот эти вот квадратики завитушки вставочки очень странные мы не берем берем что-то минималистичное какую-то аккуратную фрезеровку если стеклянные двери то должна быть красивая адекватная геометричная раскладочка про ручки тоже вот кстати более физиологичными считаются ручки которые вот самые первые в левом верхнем углу они считаются более физиологичными то есть вот когда похожего типа двери берешь когда вот такие вот прямыми или минималистичным где у меня написано они не очень удобно в открывании вот поэтому нужно смотреть каждый конкретную модель и искать альтернативу между вот такой волной и между вот этим грубым открыванием вот хотя здесь она вроде хотя бы круглая может есть еще такие ручки которые прямые и абсолютно квадратные и берешь и руке больно как моей женской ручки прям больно брать такую дверь ручку вот открывать если дверь большая высокая тяжелая вот что тут еще у про то что я говорила люблю высокие двери желательно в потолок скрытые двери люблю про плинтуса тут ну про плинтуса то что они должны сочетать либо в цвет стены быть либо в цвет двери в цвет пола мы уже там давно не делаем вопрос хотел тоже раскрыть можно ли комбинировать разные двери в одной и той же квартире я это делаю я это люблю например справа здесь спальня дверь с наличником ведет в спальню а слева от нее скрытая дверь на которую наклеены молдинги вот наклеены молдинги а здесь у нас получается две двери скрытой двери со шпоном и двери с наличниками для более классическая вот мне пишут что пришло время уже другого спикера сейчас я прям быстренько а все конец все собственно конец здесь есть мои контакты здесь есть хотела просто сказать про положение которое у нас в разработке вот поэтому присоединяйтесь в этой версии буду рада если вы поможете мне его оттестировать сегодня был 9 утра созвон с разработчиками там все оказывается что разработками на положение это не дело одного дня вот лимит был сюрприз оказалось что нужно еще поработать и попадеть но получается прям классная история вот еще расскажу про наш мастер-майн для дизайнеров можете присоединиться к нам если вдруг вам нужно сильное окружение по фокусировке на целях по проработке каких-то историй затыков приходите к нам всем будем рады видеть благодарю вас за внимание пришло время другого спикера я отключаюсь желаю вам хорошего дня интересных следующих лекций всем пока пока пока